Скепцизм представляет собой философский подход, глубоко укоренившийся в практике систематического сомнения и строгого анализа утверждений о знании, особенно в таких чувствительных областях, как религия. Характеризуясь исследовательской и критической позицией, скепцизм не только ставит под сомнение абсолютные уверенности, но и способствует постоянному размышлению и тщательному анализу основ убеждений и утверждений, которые пронизывают человеческий опыт. Это философское направление тесно связано с агностицизмом, поскольку оба подхода разделяют перспективу, которая отвергает безоговорочное принятие догм и подчеркивает необходимость существенных доказательств перед подтверждением какой-либо позиции. Эта связь способствует более тонкому пониманию и углубленному анализу экзистенциальных вопросов, расширяя горизонты мышления за пределы традиционных структур верований. В религиозном контексте скепцизм не обязательно подразумевает категорическое отрицание идей или принципов. Напротив, он призывает к приостановке суждений при отсутствии убедительных доказательств, создавая пространство для рационального диалога и переоценки предпосылок, на которых основываются многие религиозные традиции. По своей сути, скептицизм поощряет интеллектуальную открытость, ценя непрерывный поиск знаний больше, чем поспешные или необоснованные выводы. Посредством такого подхода скептицизм играет важнейшую роль в формировании сильного критического мышления, служа незаменимым инструментом для развития более глубокого и обоснованного понимания реальности и ее сложностей, особенно в сфере духовных и религиозных убеждений. Скептицизм – это интеллектуальный подход, основанный на критическом осмыслении достоверности и истинности информации, часто принимаемой за правду. По своей сути, это рефлексивная практика, которая стремится тщательно исследовать основы убеждений и утверждений, применяя строгий анализ перед их признанием законными. Этот подход может быть применен в различных областях знаний, таких как философия, наука и религия, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы. Философский скептицизм является одной из самых древних и фундаментальных форм этого подхода, уходящей корнями в Древнюю Грецию. Представленный мыслителями, такими как Перрон и Зелиды, этот тип скептицизма ставит под сомнение возможность достижения абсолютной уверенности в любой области знания. Философские скептики утверждают, что присущие человеческому восприятию и интеллектуальным конструкциям ограничения делают невозможным достижение бесспорной истины. В этом смысле они выступают за приостановку суждений, эпох, в отношении любого утверждения, которое не может быть доказано неопровержимо. Такой подход способствует постоянному сомнению, цене открытости для новых интерпретаций и отказ от догматизма. В научной сфере скептицизм проявляется как методология, использующая научный метод для оценки достоверности предложений. Научные скептики настаивают на необходимости наличия убедительных эмпирических доказательств, как основного условия для принятия гипотез или теорий. Этот подход отвергает веру, основанную на спекуляциях или недостаточных данных, отдавая приоритет объяснениям, которые можно объективно проверить, воспроизвести и подтвердить. Научный скептицизм является движущей силой прогресса знаний, гарантируя, что открытия и достижения основываются на конкретных данных, а не на предположениях или предвзятости. Религиозный скептицизм сосредоточен на критическом осмыслении доктрин, принципов и утверждении религиозных традиций. Эта форма скептицизма с критической точки зрения исследует центральные темы, такие как существование Бога, реальность чудес и подлинность божественных откровений. С этой перспективы религиозные скептики оценивают рациональные и эмпирические основания религиозных убеждений, часто оспаривая объяснения, основанные исключительно на вере или авторитете священных писаний. Этот подход может привести как к отказу от догм, так и к переосмыслению личных убеждений, способствуя более индивидуальному и критическому взгляду на духовность. Практика скептицизма в любой из его форм играет важнейшую роль в развитии человеческого мышления. Будь то в философии, науке или религии, он служит инструментом, предотвращающим пассивное принятие идей, поощряя критический анализ, глубокое исследование и постоянный поиск более обоснованных истин. В конечном счете, скептицизм укрепляет интеллектуальный диалог и расширение знаний, ставя под сомнение основы, формирующие наше понимание мира. Взаимосвязь между скептицизмом и агностицизмом отмечена глубокой философской связью, основанной на общих принципах рефлексивного сомнения, критического анализа и воздержания от абсолютных суждений. Эти два подхода, хотя и отличаются по своему фокусу, сходятся в стремлении к более обоснованному пониманию и в отрицании догм, лишенных логической основы или убедительных доказательств. Ниже изложены основные точки пересечения между этими перспективами. Одной из наиболее заметных черт, объединяющих скептицизм и агностицизм, является принятие позиции здорового сомнения по отношению к утверждениям о знании. Скиптицизм в широком смысле применяет это сомнение в различных контекстах, ставя под вопрос достоверность теорий, принципов и заявлений о реальности. Агностицизм же направляет этот принцип на конкретную область метафизики и теологии, исследуя вопросы, связанные с существованием божеств и способностью человека постичь божественное. Эта критическая позиция не предполагает абсолютного отрицания, а требует тщательного анализа оснований подобных утверждений. Еще одной общей чертой двух подходов является акцент на критическом исследовании. Агностицизм, в частности, поощряет глубокий анализ религиозных убеждений, подчеркивая ограничения, присущие человеческому познанию, и признавая, что многие теологические вопросы выходят за рамки эмпирического или рационального понимания. Аналогично, скептицизм способствует сомнению в устоявшихся истинах, будь то в религиозном, философском или научном контексте, оспаривая основы, на которых построены убеждения и системы мышления. Таким образом, оба подхода поощряют исследовательскую позицию, противостоящую слепому принятию догм и необоснованных предпосылок. Воздержание от суждений является ключевым принципом как скептицизма, так и агностицизма. Для скептиков это воздержание возникает в тех случаях, когда недостаточно доказательств для подтверждения или опровержения утверждения, избегая таким образом приверженности к окончательным позициям. В случае агностиков, это воздержание проявляется в отказе категорически утверждать существование или несуществование Бога, признавая, что такие вопросы часто выходят за пределы проверяемого знания. Такая позиция способствует интеллектуальной открытости, которая ценит непрерывный поиск понимания, а не поспешное принятие выводов. Связь между скептицизмом и агностицизмом отражает критический и рефлексивный подход к важным вопросам человеческого познания. Оба подхода ценят сомнение как важный инструмент исследования и отвергают некритическое принятие абсолютных истин. Эта связь не только обогащает философский и теологический диалог, но и способствует развитию более критического и просвещенного мировоззрения, необходимого для понимания сложностей современного мира и экзистенциальных вопросов, окружающих нас. Скептицизм, особенно в его религиозной форме, оказывает глубокое влияние на то, как люди и общество подходят к духовным традициям, убеждениям и догмам. Применяя исследовательскую и критическую позицию, скептицизм ставит под сомнение устоявшиеся концепции и способствует критическому пересмотру отношения к сакральному. Его последствия в религиозном контексте проявляются в различных аспектах, описанных ниже. Одним из наиболее очевидных последствий скептицизма в религии является недоверие к религиозным авторитетам и традициям, которые они представляют. Религиозные скептики ставят под вопрос легитимность духовных лидеров и достоверность устоявшихся интерпретаций священных текстов, часто указывая на отсутствие доказательств или на возможность скрытых политических и социальных интересов. Это сомнение может привести людей к отказу от пассивного подчинения догмам и к поиску более личного и самостоятельного понимания веры, отдавая предпочтение индивидуальным размышлениям вместо безусловного следования устоявшимся религиозным системам. Другое важное воздействие скептицизма на религию связано с тем, как этические и моральные ценности формируются и оцениваются. С точки зрения скептицизма моральные принципы не обязательно должны быть связаны с религиозными предписаниями или с божественным авторитетом. Напротив, они могут быть основаны на разуме, эмпатии и коллективном человеческом опыте. Такой подход предполагает, что люди способны развивать прочные и последовательные этические системы, основываясь на понимании социальных потребностей и стремлении к общему благополучию, бросая вызов представлению о том, что мораль зависит исключительно от веры в Бога или священные тексты. Скептицизм также играет важную роль в содействии более открытому и конструктивному диалогу между различными религиозными традициями. Отвергая принятие абсолютных истин и способствуя здоровому сомнению, скептицизм создает пространство, где представители разных верований могут исследовать свои мировоззрения, не чувствуя давления защищать неоспоримые догмы. Такая интеллектуальная открытость позволяет осуществлять более искренний обмен идеями и ценностями, способствуя религиозной терпимости, взаимопониманию и построению мостов между разнообразными сообществами. Последствия скептицизма в религии выходят за рамки простого сомнения в догмах, они включают в себя трансформацию того, как люди взаимодействуют с сакральным и с религиозными структурами. Ставя под сомнение авторитеты, пересматривая моральные основы и поощряя межрелигиозный диалог, скептицизм не только способствует критическому осмыслению духовных убеждений, но и способствует более рациональному, самостоятельному и инклюзивному подходу к вопросам духовности и этики, окружающим нас. Скептицизм, как философский и интеллектуальный подход, был широко исследован на протяжении истории мыслителями, которые ставили под сомнение основы религиозных убеждений и бросали вызов устоявшимся представлениям о божественном и морали. Эти философы внесли значительный вклад в развитие критического мышления, открывая путь для глубоких дебатов о духовности и знании. Среди ключевых представителей скептицизма в применении к религии выделяются Дэвид Юм и Фридрих Ницше. Дэвид Юм, шотландский философ XVIII века, занимает центральное место в традиции скептицизма, особенно в отношении религии. Юм утверждал, что не существует рациональных оснований или достаточных доказательств для поддержки веры в Бога или сверхнеестественные явления, такие как чудеса. В своей работе «Исследование о человеческом познании» он выдвинул идею о том, что любая вера должна оцениваться с точки зрения эмпирического опыта, и что необычные события требуют столь же необычных доказательств для их принятия как истины. Хотя Юм критиковал организованную религию, он не отрицал категорически возможность существования божественного. Вместо этого он отстаивал умеренный скептицизм, отвергая абсолютные уверенности и подчеркивая важность воздержания отсуждений в отношении неразрешимых метафизических вопросов. Его подход стимулировал оживленные дебаты о границах человеческого знания и о достоверности религиозных объяснений, оказав значительное влияние на современную философию и научное мышление. Фридрих Ницше, немецкий философ XIX века, также сыграл ключевую роль в критике религиозных основ западного общества. Хотя его часто ассоциируют с атеизмом из-за знаменитого высказывания «Бог мертв», Ницше не ограничивался отрицанием существования божественного. Его скептицизм был более широким, направленным на критику установленных религиозных истин и христианской морали, которые, по его мнению, подавляли человеческий потенциал. В таких произведениях, как «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла», Ницше бросил вызов основам христианской этики, которую он считал основанной на подчинении и обиде. Он предложил переоценить человеческие ценности, выступая за создание морали, основанной на утверждении жизни и индивидуальной свободе. Для Ницше скептицизм был инструментом освобождения, позволявшим людям преодолеть ограничения, наложенные религиозными догмами, и создавать новые смыслы существования. Исторические примеры Дэвида Юма и Фридриха Ницше демонстрируют, как скептицизм может быть применен глубоко и трансформирующий в религиозной сфере. В то время как Юм принес умеренный и эмпирический анализ, ставя под сомнение достоверность сверхнеестественных убеждений, Ницше использовал скептицизм как средство разрыва с религиозными традициями и предлагал новые горизонты мышления. Оба философа значительно повлияли на развитие критического и рефлексивного взгляда на религию, мораль и роль убеждений в обществе, вдохновляя поколение мыслителей и эволюцию современного философского мышления. Скиптицизм по своей сути представляет собой философский подход, который ценит сомнение как необходимый инструмент для прогресса человеческого знания. Он отвергает некритическое принятие утверждений и способствует тщательному анализу информации и убеждений, формирующих наше восприятие мира, особенно в религиозной сфере. В духовном контексте скептицизм побуждает к критическому отношению к установленным доктринам, стимулируя поиск понимания, основанного на разуме, доказательствах и индивидуальном опыте. Тесная связь между скептицизмом и агностицизмом усиливает этот критический и исследовательский подход. Оба направления признают ограниченность человеческого знания, особенно в трансцендентальных вопросах, таких как существование Бога или природа божественного. Этот совместный подход бросает вызов традиционным догмам и открывает пространство для более глубоких и всесторонних размышлений о духовных и экзистенциальных вопросах, избегая поспешных или необоснованных выводов. В условиях современного общества эта взаимосвязь между скептицизмом и агностицизмом играет ключевую роль. В мире, характеризующемся многообразием верований и перспектив, скептицизм предлагает основу для межрелигиозного и философского диалога. Продвигая интеллектуальную открытость и воздержание от окончательных суждений, он создает среду, в которой различные мировоззрения могут обсуждаться уважительно и конструктивно. Эта динамика важна для мирного сосуществования и построения более толерантного и просвещенного общества. Кроме того, скептицизм побуждает людей критически исследовать убеждения, которые влияют на их жизнь. Он приглашает к рефлексивному анализу не только религиозных вопросов, но и этических ценностей, культурных практик и социальных нарративов. Содействуя такому мышлению, скептицизм обогащает личное понимание и способствует развитию более рационального и осознанного общества. Таким образом, скептицизм выходит за рамки простого акта сомнения, он является мощным инструментом интеллектуального и духовного роста. Его связь с агностицизмом расширяет его значение, позволяя сбалансированно и рефлексивно подходить к сложностям человеческого знания. В конечном итоге скептицизм способствует непрерывному сомнению, которое не только бросает вызов устоявшимся убеждениям, но и вдохновляет на более глубокое исследование вопросов, формирующих нашу жизнь, внося вклад в более богатое и значимое понимание существования. Не упустите шанс стать частью нашего сообщества. Если вам нравится наш контент, смотрите наши видео. Оставляйте свои мнения и предложения в комментариях, ставьте лайки, чтобы показать свою поддержку, делитесь с друзьями и не забудьте подписаться на канал. Вместе мы можем расти и создавать еще больше удивительного контента для вас. Поехали! Каждое ваше действие имеет огромное значение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...